Горячая линия с руководителями ведомства республики – это всегда возможность у зрителей задать интересующие вопросы и оперативно получить ответы, так сказать, из первых рук. Беседа ведущей Мадина Лайпановой с министром туризма и курортов Расулом Тикеевым в пресс-центре ГТРК Карачаева-Черкесия оказалась как интересной, так и информативной. Подробности у Артура Мкце. В нашей студии вместе с министром туризма и курортов Карачаева-Черкесской республики Расулом Маговедовичем Тикеевым мы обсудим самые актуальные вопросы, касающиеся туристической сферы. Большое количество вопросов руководителю ведомства от жителей республики подтвердило интерес населения к данной сфере, что, впрочем, неудивительно. Курорты Карачаева-Черкесии динамично развиваются, провести здесь отдых решают миллионы людей. Так, по официальным данным, только за этот зимний период услугами туристической сферы региона уже воспользовались 990 тысяч человек. И это еще не окончательные цифры, ведь сезон продлен до конца апреля-начала мая. Разумеется, такие результаты появились не на пустом месте. Залогом успеха развития территории является качественная инфраструктура, которая обеспечивает в том числе привлечение инвестиций на территорию. Она просто жизненно необходима. В этой части я хочу отметить, что на примере Архиза уже якорный инвестор приобрел акции Архиза, как мы все знаем, и продолжает развивать этот курорт. Вместе с тем, в настоящее время выполнены работы по мастер-планированию территории. Увеличение количества горнолыжных трасс, их расширение, возведение новых канатных дорог – это лишь часть планов, которые уже реализуются или будут выполнены в перспективе. Новые объекты для размещения туристов, оказание дополнительных видов услуг по разумным ценам. Многому будет уделяться повышенное внимание. Причем Минтуризма готова содействовать тем, кто хочет трудиться в туристической сфере. Житель города Черкеска Альберт Ильясович спрашивает, у человека есть земля в аренде в Архизе, но нет денег, чтобы построить на ней гостиницу, чем-нибудь Министерство туризма. Может помочь? Можете помочь? Совсем нет денег. Вопрос какой? В части поддержки грантовой достаточно иметь от проекта половину суммы. То есть все равно какие-то средства нужны? Не так, что ты пришел, у меня вообще ничего нет, помогите, да? Ну, вообще ничего нет. Вот тебе деньги построй. Ну, как бы ни в одной отрасли такого не бывает. Полную версию горячей линии можно посмотреть на сайте телекомпании и на наших страницах в социальных сетях. Артур Мхце, Вести, Карачаево, Черкесия.